Субтитры делал DimaTorzok Я не делал обзор ранее по двум причинам. Во-первых, я не являюсь сильным фанатом Обливиана, а во-вторых, до сегодняшнего момента я вам не мог ничего интересного рассказать про этот мод. Однако разработка медленно, но уверенно движется вперед, поэтому сейчас я раскрою вам некоторые особенности данной модификации. На данный момент в разработке Sky Обливиана принимает участие всего три человека. Именно поэтому разработка идет очень медленно и неторопливо, ведь основные силы команды брошены именно на Sky. Там принимают участие все моделлеры, люди, которые работают в редакторе, люди, связанные с квестами, с диалогами, то есть основные силы именно там. Однако хочется верить, что после окончания работы над Sky Виндом, команда не разбежится и примется за разработку Sky Обливиана. Если, конечно, к тому времени не анонсируют новую часть слитков. Итак, что же сделано в Sky Обливиане на данный момент? Во-первых, перенесен весь ландшафт, причем не только основной провинции, но еще и ландшафт из дрожащих островов. Помимо этого созданы лоды, и они работают очень качественно. Единственное, периодически я встречал различные мерцания вдали, но в целом никаких нареканий с лодами нету, и уже на текущей версии все работает безупречно. Вследствие создания лодов имеется игровая карта, она также отлично отображается, никаких проблем с ней нету. Единственное, по аналогии со Sky Виндом, необходимо отключить облака, а так в целом с просмотром все отлично. Также помимо карты лодов были перенесены все модели зданий, сооружений, фортов, то есть абсолютно все модели были перенесены прямиком из Обливиана в игру, и, собственно, наверное, на этом все, что касается проделанной работы, такой основной и крупной. И, разумеется, список не сделанного в несколько раз больше того, что уже было проделано разработчиками. Как вы, наверное, успели догадаться, отсутствуют модели одежды и брони. У персонажей нет нормальных лиц, они не могут ходить, потому что не проложены на вмеши. Отсутствуют квесты и диалоги. Также не работают активаторы, это кнопки, рычаги и прочие предметы. Помимо этого, есть некоторые проблемы с освещением в интерьерах. Плохо расставлены некоторые маркеры, поэтому персонажи могут просто сидеть или спать в воздухе. И многое другое. Я уже не говорю о том, что некоторые модели, которые сейчас перенесены, нужно оптимизировать и улучшать, поскольку кое-где есть заметные проседания FPS. Однако заканчивать на грустные новости мне совсем не хочется, поэтому я расскажу еще об одном интересном факте. Разработчики уже сейчас сделали Sky Oblivion таким образом, что вы без каких-либо проблем можете установить любой ретекстур из Oblivion на Sky Oblivion. Так, например, если вы играете с ретекстуром от Карла и уже привыкли к новому виду четвертой части, то вы без проблем можете перенести эти же самые текстуры на Sky Oblivion. Все, что вам нужно будет сделать, это просто правильно установить текстуры. Помимо ретекстуров, звуковые реплейсеры точно так же работают для Sky Oblivion, и вы можете заменить звуки в игре на что-то свое или же привычное вашему уху. Вот, пожалуй, и все, что я на данный момент могу рассказать о разработке Sky Oblivion. Я буду держать вас в курсе событий, однако учтите, что следующее видео будет, скорее всего, не скоро. Поэтому, если вы хотите приблизить релиз Sky Oblivion, то присоединяйтесь к разработке, принимайте участие в развитии модификации. Все полезные ссылки на официальный сайт сообщества ВКонтакте размещены в описании. Не поленитесь туда заглянуть. А я с вами прощаюсь, спасибо за внимание и до скорых встреч. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok